всех приветствую у нас срочные новости час назад буквально у нас вышел анонс новой легендарной карты это бандж и видосик нам выкатили соответственно давая счастье переключу мы с тобой вместе видосик сейчас посмотрим и в принципе сделаем хотя бы предварительную оценочку что это у нас затем кота будет давай смотреть таланты у нас там я так понял активация по деду но там талант будет это все делать это стаки у нее есть активка как он монах а смотри у нее видишь урон урон у нее короче по всему полю идет за медлой а нет это вот таланты только пошли за медло право я че-то не понял что он делает замедление шанс на винного убийства а 15 он запущает боссу ащи обилку свою поставать а и смотри колоды какие интересные у нас по выходят и причем везде элементарь еще используется комбо я вот счета что-то я пока не понимаю как у нее там урон будет действовать ну наверное он не будет как яд но элементарь тогда как здесь будет причастен вот это вот непонятно немножко ладно 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 видим значит мы ее скоро уже вот давай я по остальному апдейту тебе сейчас быстренько расскажу а пока те в рублю там забив какой-нибудь какой-нибудь 15 танца прикинь перестояло 15 военка вот давай посмотрим чистые загадки кстати она перестояла и так по апдейту у нас культиста бафают как нам и говорили культист нас говно пососная даже 15 я даже на своем роботе нас там и переставил базовый урон ему подняли и увеличили урон за душу был один процент стало два вот призыв монстрика вот этого предвестника бездны минус 2 сделали для призыва ритуал увеличили шанс получения души у нас на 10 процентов было 15 25 ну и пламя бездны у нас вселение снижения брони до 40 ебанули ты прикинь это что за ебанутая тема будет просто пиздец так еще и интервал нанесения урона в два раза резону теперь 0 2 для это пизда я тебе говорю это как они сынком сделали вот ту же блять имба инки бучу три сезона сидел сейчас ты узнаешь почему именно три и вот культист они что-то похожее с ним пытаются сделать но это пиздец понятное дело им это выгодно но а как играть как играть или пиздец волшебный меч они будут делать его в dd для этого они тут древнюю магию на снижение требуемого количества мечей для призыва было 10 сейчас 8 будет понижение увеличение скорости атаки с 20 до 10 они его снизили принципе как в деды его делать неплохо но блять я не знаю это меч нужен большого уровня типа хотя бы таланта 23 блять а так я не знаю кто быстренько играть типа 15 мяч окей еще можно что-нибудь будет попробовать ну тут еще и таланты эти бафы а так вообще не понимаю типа зачем они это делают еще у вас меч получает бонусы в увеличенном размере на 50 процентов именно вот если в дд его собирать в принципе вот на пятнадцатом точнее на тринадцатом это у нас будет на тринадцатом но не знаю не за какой несомнительная тема а сейчас сейчас ты просто охуеешь как и я в принципе инквизитор нахуй режем его в пизду ронин снижение снижен лимит увеличения урона было 900 стало 800 дождались только это ни на что не повлияет кстати этот ронин молот веры на сейчас смотрим а после апдейта просто шаманы ведьмы это будет разъеб это просто топовые колоды будут шаман и ведьма я тебе говорю молот веры оглушение больше не запрещает боссом использовать способности играешь ты пвп 15 этот инк ебаный молотом хуярит босс ни один не кастует вообще обилку с этой представляешь блять а как играть как играть то нахуй я шут сижу на своем роботе 13 терплю бедолага значит и это хуятина просто станет его и все а у меня стол же 10 раз перекрутила и все пиздец пиздец вот это охуенная тема и самое интересное почему-то ведьма и шаман щит веры изменили механику рыцари появляются на поле с щитом от одного негативного эффекта если на поле нет других инквизиторов то рыцарь восстанавливает свой щит спустя три с половиной секунды пизда инку понял да пизда ему нахуй просто берешь колоду вот условно как я буду бегать то робот робот ведьма и шаман ебать инк все это было конец улетает синий возможно еще за счет ощущения атак темный он сто процентов мертвый сто процентов но даже для синего инка молотверы они фиксанули его это хорошо даже вот синего в принципе можно будет перестоять на больших волнах понятное дело он доживать то будет до двух боссов там и больше ну смотря какой инк рит и вся вот эта вот хуятина но это вполне реально будет его победить представляешь неужели мы дождались демонолога непонятно кстати взяли ему магический поток снизили приток маны с 30 процентов до 10 говорят либо слишком дохуя он получает ну по несомнительно я но посмотрим в случае но вот если в минус там играет с какой-нибудь с морозом то возможно да он там просто афа качестве побольше сидит да и все ему похуй на это все вот копит сидит ману и может бесконечно там себе хуячить еще и шмотки он берет соответствующие поэтому в принципе возможно даже это и правильно мана урон за пересечение ему на 50 процентов бафнули а вот урон за ранг слияния понизили в два раза они то есть его туда туда где-то бафнули где-то понизили но она в принципе то на то и вышло но просто теперь нужно будет геймплан немножко другой подстраивать под монах так туда и все ну и послушник то есть талант изменились такого что монах будет призываться вот случайного ранга слияния от первого до третьего все а так просто урон там туда обратно там вот это вот все минотавр от минотавр вообще я прикола не понял честно камнепад у него короче шесть обилка при слиянии 05 секунд было камни хуярят теперь сделали 08 я думаю это сильно вообще не скажется на нем он также будет убивать но но при этом там потребуется либо либо 2 сразу миноса въебашить чтобы прям добивать босса вот условно эти колоды ты видел морозы там минотавры вот эти вот метеоры это вообще пиздец их ничем не убить они типа вот этой хуйней хотят эти колоды фиксаны так еще плюс и демонолога прикинь ману порезали не знаю как по мне это вообще сомнительная хуйня которая принципе ни на что не повлияет но повлияет типа но не прям так сильно то есть она как играла так и будет играть и танца у нас увеличение урона после 30 цветков это в цветочном безумии у нас 0 4 до 0 6 повышают и цветущий рывок увеличение скорости атаки на 40 процентов и увеличение урона за цветок на пол процента бахнули и после 50 цветков было 0 35 процента будет 0 5 тоже и немножко так бахнули но это скорее всего инк просто из-за инка и миноса они вот такую тему делают танцу не так сильно бафают как культа культ там вообще пиздец я тебе говорю если у тебя 15 культ блять ты разъебывать будешь все равно все просто все ловчий вот что обидно представляешь ловчий только падать начал и сука уярят ему снижение лимит снижен лимит точнее замедление цели было 45 сейчас будет 30 ну пиздец блять не только падать начал ну как так то ну и алхимику и чуть-чуть подожди это я не видел алхимик и чумной доктор у них теперь урон от яда у них был там пытая вы блецки вообще то есть комбини теперь с элементарем земли можно будет хорошо прям и банши что самое интересное так пешка наносит урон криком по области вокруг себя вместо выбора определенной цели тип урона и и река я а вот почему там элементарь был не тип урона я не знаю как по мне что-то странная тема какая-то я делать ну ее типа таки принципе но не подходит подъят там есть только талант вот какой-то ну по видео мы с тобой смотрели не знаю не знаю я бы не делал и яд но в принципе для элементаря там тоже надо что-то добавить такой ну я в принципе понимаю зачем они это сделали так таланты на девятом уровне пешка сможет увеличить свой урон или радиус атаки в зависимости от построения пешек и количество на столе и все правильные и хватит талант 11 уровня позволят вам выставить пешку в начале боя там где вы пожелаете а также дадут возможность увеличить ранг слияния при использовании мана усиления нихуя себе а вот это уже сильно это сильно во первых то что ты можешь выбрать где ты пешку ставить будешь на какой клетке так еще и за мана можешь увеличивать ранг слияния это вообще пиздец они походу вот еще одну ему делаю то есть инк все нахуй отсюда теперь у нас культист будет пиздиться и бандж вот новая банджи я еще не знаю это надо потестить талант 13 уровня определит как ядовито аура будет воздействовать на монстра замедлять или снижать их броню или мгновенно добивать уже из раненых врагов вот это мы с тобой видели уже принципе что то что то как бы это хорошо и это хорошо там уже под свой стиль выбираешь да и все и 15 талант увеличивает критический урон улучшает маново усиление банджи на сторону и и ужасающий вопль ошеломляет босса заставляя их забыть свои заклинания прикинь блять наорально тебя нахуй ты забыл такой него я себе вот это конечно прикол ну и на алхимика и на точильный камень у нас будут таланты также алхимик в принципе неплохо я смотрел на девятом уровне алхимик будет варить эликсиры ускоряющие союзные пешки для оглушающие пешки противника скажем с вареным эликсиром алхимик начинает быстрее и сильнее атаковать противника это неплохо это неплохо вот алхимик прям прям мне понравился 11 уровне увеличивать количество эликсиров которые варят алхимики а 13 уровень пена просто пена я первый раз прочитал я охуел дает алхимику знания призыва гомункулов и големов нахуй что меня порвало с гомункулов и големов конечно который помогал алхимиком лучше бороться с монстрами ну а подробности то есть не будет да ведь серьезно больше ничего не написали про это только вот так последним талантом алхимик получает шанс завладеть легендарным философским камни контроль делает его сильнее а также позволит водить столько эликсиров сколько ему нужно тоже непонятно как-то загадки вот это вот что то такое и понял и вот смотри точильный камень таланты помнишь что нам с тобой говорили барей с точилкой вот точилки делал таланты и барей там все заиграет то есть все заебись я не знаю это алкоголики дискорде просто так написали типа или не знаю или это реально так и будет смотри талант девятого уровня позволяет высекать в монстров огненные искры наносящий дополнительный урон то есть у нас точилка будет дамажить на девятом вот это запомни точилка дамажит но и при этом у нее функция такая рядом стоят пешки 4 штуки вот условно и у них там увеличивается что-то там не помню ученого вичит вроде урон или скорость нет сквозь не аналоги что-то короче она увеличивает но при этом смотри 11 уровень увеличивает число огненных искр и убирает штраф понижения урона случае есть соседняя пешка наносит урон по области точилка точилка она создана для барея урон по области то есть мне по-вашему блять задира с точилкой играть еще за хуйня типа я вот этого не понимаю окей возьмем барея типа но увеличивает число огненных искр это то есть можно точилку пихнуть в dd или бесполезный второй талант который по области пешка если у тебя рядом стоит атакуют а у нее штрафа не будет а ты на барея играешь которого сингл урон у это все 11 талант просто помойку искрами ну не знаю как по мне хуятина какая-то 13 уровень открывает новое состояние теперь точильниками способен перегреваться в перегревом состоянии не только меняется внешний образ точильного камня но и увеличивает его урон его урон точильного камня то есть так и написано его урон не пешки рядом не соседних пешек ничего такого точильного камня урон блять они делают из него dd на я сделайте блять адекватные таланты с пареем хотя бы поиграть я не знаю ну что-то еще можно что доплюнуть нет блять мы делаем у я чину у нас точильниками dd хотя мы до этого говорим у нас все схвачено барея мы опать не будем у нас на точилку ща таланты ебанутые выйдут во блять заебись дело ну и последний талант повышает свой шанс нанести критический урон дословно повышает свой шанс нанести критический урон свой блять шанс точилка сама наносит урон блять ну пиздец блять они такую хуятина конечно с этим наделали бля я не знаю вот реально насчет точилки вообще это хуятина они таланты алхимик да окей прикольно что-то прикольно что-то новое будет в колоду с элементалем чего-нибудь запихнуть и плюс к тому сейчас банши выйдет еще вот мы видели с тобой колоды банши тоже я думаю туда и алхимика как-то можно будет засунуть принципе думаю неплохо будет но опять же нам надо подождать именно самим уже опробовать и дальше вот все мы будем смотреть вот а на этом у нас пока с новостями все неделя началась голду можешь полутача с твою форты и среди что я могу сказать вот так же не забывай ставить лайк писать комментарии что думаешь поводу этой обновы но я тебе уже сказал я за хуесосил просто эту тащилку конченую это пиздец инк сосать эра роботов сейчас пойдет но после обновой но еще посмотрим как банши в банши сходу я не думаю что кто-то выкачивать прям сильно сможет поэтому для робота эра шамана прям пойдет вот неужели я поиграю за 33 месяца блять я играл говном всяким и сейчас я смогу нормально после одного поиграть паху и топли сидим уж там еще футбик какой-то ибо и будет вообще плохо так вот ладно все больше новостей у меня для себя нет кроме того что нужно подписаться на телегу меня там уведомления о видосах о стримах стримы кстати на твиче и что же в описании и в телеге все вот ставь лайк пиши комментарий увидимся пока